Так, у нас сегодня история про преодоление. Ставьте лайк, если вы знаете Джимми Оливера. Твой профиль смотрели 9950 раз, это вот прямо сейчас. Пять из них — это мои просмотры. Ты размышлял, серьезно размышлял над тем, чтобы закончить карьеру. Но, тем более, с другой стороны, чем больше игр, тем лучше. Так, и ты в течение трех дней пакуешь манатки и отваливаешь в Россию. Ну, как вышло, так вышло. Окей, хорошо. Хорошо, но все равно на этих ребятах-то держится популярность вот эта вся хоккейная. Да, вопрос. А тебе что, губу дали, что ли? Два раза. Смена за сменой. Один тоже человек? Скорее всего, нет. А, ты не помнишь? Ну, я не видел второго. Первого не видел, второго знаю. Окей. Мы уж пишем, да? О, ничего себе. Ну, это нормально. Мы обычно как раз базар-вокзал начинаем вот с каких-то таких смол-токов. Ты, кстати, по-английски же шпаришь. Ну, да. Закончил школу, так скажем, когда туда приехал. Все, остановись. Да. Остановись. Пока еще не время. Но ты расскажешь об этом. Ну, ладно. Максим Джашвили, подкаст «Бэтмен позвонит». Максим, привет. Привет. Наверное, в твоем случае, может быть, еще гоморжоба. Гоморжоба. Может, возможно. Часто шутят на тему. Ну, стараются, но меня не взять таким. Почему? Серьезный парень. Как ты связан с Грузией вообще? Вот, в целом. Я просто прочитал несколько материалов, и ты прям говоришь то, что я... Ну, у меня просто фамилия. Да нет, но очень хочется попасть. Все, кто спрашивал, все, кто был, рассказывают невероятные отзывы про Грузию, про людей, про как там стало красиво. Поэтому, возможно, когда-нибудь у меня получится сюда поехать. В плане корней. Если честно, никого не знаю, но, возможно, они есть. Точнее, скорее всего, они есть, но никого не знаю. Тебе о России не рассказывали, да? Ну, там сложная ситуация, да. Понял. Хачапури любишь? Обожаю. Мощное. Конечно, тяжело отказываться от такого, но надо стараться. А ты готовить имеешь вообще? Ну, я не беру грузинскую кухню там условную. Ну, не, ну что-то сложное, если честно, не хватает зеленок сейчас после тренировок приходить, там что-то сложное готовить. Если интернет открыть, то смогу все приготовить. Да? Я тут купил себе книжку как-то давно Джимми Оливера, знаешь, да, этого повара? Нет, вообще. Джимми Оливер. Ставьте лайк, если вы знаете Джимми Оливера. Итальянскую кухню он готовит. И, казалось бы, а там, знаешь, типа название книги, там, простой обед, за пять минут я думаю, о, сейчас я как себе там сделаю брускет тут с какими-то манчоусами. Я открываю меню и понимаю, что я просто не знаю вообще там составляющих процентов 50. Так что... Ну, это да, как... Ты просто сильно так сказал, открыть интернет, все приготовлю. Ну, тут как бы есть вопрос. Ну, я в этом плане очень простой, и жена знает, что вот мне макароны, курицу, и мне, в принципе, больше ничего не надо. Ну, вот из такого, из домашней, да и, ну, котлетки там, так, в принципе, дома ничего особо не готовим такого невероятного. Угу. Смотри, я думаю, что большое количество зрителей сейчас полетит гуглить, кто такой Максим Джашвили. В двух предложениях скажи, кто ты для зрителей? Не знаю, обычный парень, хоккеист. Так. Играешь где? Играю в Динамо Москва. Так, вот забыл, да? Да. Сейчас ругаться будут. Да, играйте нам Москва первый год, дали шанс, пытаюсь доказать, что мог бы и раньше. Так, у нас сегодня история про преодоление. Я бы даже, на самом деле, на обложке написал Максим Джашвили «Выживший», но посмотрим. И тебя там закосплеить, как Леонардо Ди Каприо из известного фильма. Давай с самого начала. Ты москвич? Да. Идешь в хоккей в возрасте? В возрасте трех-четырех лет. Ну, трех, наверное, с половиной в Марина. В Марина тренировался с детства примерно до десяти лет. Ну, скорее всего, да, до десяти лет, и после этого перехожу в Динамо. А до Динамо это что? Это какая-то такая конторная честная была? Да нет, это, как это сейчас называется, это хоккейная школа просто в районе Марина. Потом, получается, попадаю в школу Динамо. Подожди, подожди, там была история, то, что очень часто, кстати, я слышу, когда заходит речь у игроков о начале карьеры, очень многих вектор развития или же хоккей, или же фигурное катание. У тебя такая же история была? Что-то там с фигуркой было? Ну, типа, мама привела на фигурное катание. Так. Ну, это как она рассказала. Не знаю, я это, если честно, мало что помню из детства. Вот. Привела на фигурное катание, там завела меня, там сказали, здрасте, вы не в ту секцию, вам в следующую дверь. И так получилось, что уже на следующий день на хоккей отвели меня. Ты четко помнишь свой первый день в секции? Нет, ничего не помню. Если честно, как-то многое выпало из памяти. Не так много помню из детской школы. Когда ты уже четко можешь обозначить воспоминания, которые у тебя есть? Это Динамо? Ну, наверное, да. Так, ты переходишь в Динамо, что происходит? Тогда в Марино играл за 95-й год, за более старший. Перехожу в Динамо уже в свой год. Обозначь, Макс, обозначь год. 1996-й. Не-не, не свой год, а год, вот тот год, когда это все происходит. Это значит, в каком плане? Конец нулевых? Не помнишь? Нет, не помню. Так, окей, ладно. В 10 лет ты не думаешь, конец нулевых это или... Ну, может, сейчас ты можешь прикинуть. Ну, давным-давно. Давным-давно, хорошо. Трава была раньше зеленее, солнце ярче, да. Так. Вот, прихожу, получается, в свой год. Ну и, значит, начинаю играть, не знаю. Ну, тогда на тот момент нормально получалось вроде. Потом с каждым годом очки тяжелее и тяжелее начинали даваться, так скажем. И, наверное, поэтому в какой-то момент подумал, что можно встряхнуть. Ну, не то, что там карьеру, а просто встряхнуться и поехать за границу, поучиться, узнать что-то новое. Ну, и там плюс мама, наверное, понимала, что это такой шанс что-то повидать, что-то узнать новых людей, узнать что-то новое, другое совсем. Вот, я как раз обратил внимание, что если взять сайт, главный сайт, на который ориентируется вся лига и генеральный менеджер, сайт Elite Prospects, то твоя карьера там начинается с 2011 года. Команде Little Caesars. Little Caesars, да. Маленький Цезарь. Что это за лига такая? HPHL. Ну, это обычная вот детская лига, там есть подразделения AAA, AA, типа... Что-то из баскетбола? Да нет, 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 это просто, ну, типа уровни в AAA играют, ну, на самом высоком, получается, уровне AA, чуть ребята. Просто много ребят, и, так скажем, я думаю, чтобы, типа, у всех был шанс проявить себя. Ну, то есть, там такое разделение, что ребята посильнее играют против посильнее, даже те, кто играли в даблы, и они многие выбиваются, потому что не все, не все в юном возрасте могут показывать свой топовый хоккей, потому что кто-то высокий, там, ну, кому-то физики не хватает, тот, там, не знаю, силы там появляются, кто-то в какой-то момент больше начинает понимать хоккей. Ну, разные, разные истории. В каком возрасте ты переехал в Штаты? Ну, получается, в 16. В 16 лет? В 17 лет, да. И в какой категории ты играл вот этот? Ну, вот два года играл в AAA. Ух ты, топовый парень. Ну, да, там вот, получается, там подразделение еще идет по возрастам, там нет такого, что ты 96-й, значит, ты играешь против 96-го года только вот по детству, по школе. Так. Ты, там есть до 18 лет, до 16 лет, ну, там, то есть ты, например, я приехал в Ю-18, мне было, получается, 16-17, ну, то есть исполнялось там, ну, 17, через полгода, меня вот в Ю-18 взяли, это до 18 лет, то есть там ребята изначально были старше, и, ну, то есть ты развиваешься, ты там, ну, что-то. Старше намного? Ну, до 18, я не знаю, ну. То есть ты, тебе 16, а им там 17-18? Да, 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 вот. И так вот, так вот там так и работает. Ну, и ты чувствовал разницу, когда ты играл в 16-летнем против 18-летнего? Не, ну, конечно, это, это большая разница, ну, плюс хоккей другой совсем, ну, приехал после нашего, и поначалу очки, какие очки, я там, ну, поначалу перестраивался, привыкал к тому, что постоянно бьют, постоянно везде надо смотреть, по сторонам, только потом немножко начинаешь раскрываться и понимать, как играть, как, ну, доказывать, что ты все-таки нападающий. В первом сезоне у тебя было сыграно вот за команду «Маленьких Цезарей» 30 игр, и ты набрал 14 очков. Ну, нормальная моя статистика. Ну, в следующем году у тебя такая же история, через год она так же произошла. А с точки зрения бытовой, ты в 16 лет, ты переезжаешь с родителями? Нет. Один? Да. Где ты там жил? Ну, вот вспомни, ты приезжаешь в Штаты, что происходит? Вот до твоего знакомства с командой, с хоккеем, это же бытовые. Ну, я прилетаю, не знаю английского особо, ну, практически вообще ничего не знаю, так скажем. Ну, типа «hello, I'm a table», вот типа такой уровень. Ну, плюс-минус. Так, так. Попросить поесть, наверное, не мог, уже не помню, если честно, вот так вот. Ну, помню, что приехал, меня забрали с аэропорта, отвезли. Кто тебя забрал? У нас такая вот история получилась. Мы жили в доме тренера, у нас было пять человек. Я, Артур Лаута у нас там был, тоже русский. Вот, потом у нас там был чех, парень с Аляски и сын тренера. Вот, и так как тренеры, так скажем, не очень хотел с нами возиться, они взяли чувака, ну, такой прикольный мужик, ну, там ему за 50 он работал полицейским в Каролине. Но при этом он такой веселый, весь шуточки, ну, там такой, во многом из-за него мне было полегче немножко влиться в это, ну, потому что поначалу было непросто, ну, непросто, потому что без родных, без языка. На другом конце планеты, среди незнакомых людей, ну, понятно. Американец, да, он был? Да, да, он тоже был американец. Вот это он меня забрал. Он типа как нянька, да, получается, был там условно? Ну, плюс-минус, да. Он там типа в команде, ну, все его знали, но никто не знал, какая его должность. Ну, да, по сути, он за нами просто следил и помогал там во всем. Там, ну, жил, там, готовил, там, что-то готовил, там, довозил до тренировок. И вот так вот. Вот он меня, получается, забрал с аэропорта, доехали до стадиона. Я там выкинул баул, познакомился вот с тренером, который, у которого мы жили, получается, Терри Криштинсен. Тоже, ну, очень хорошие люди все. Ну, вот обо всех очень приятные воспоминания остались. И затем вот Терри отвез домой, ну, там, вместе вот этой прикинтовкой все, так скажем, познакомились. Здесь должна быть плашка по цитатам великих прикинтовка. Так, так, так. Ну, понятно, значение понятно. Так, ну, да, познакомились с ребятами, там, и, ну, как бы, и сидишь, понимаешь, что кушать-то уже хочется, как бы, перелет, ну, не маленький, а попросить или залезть в чужой холодильник вот так вот не можешь. И ты такой просто идешь, ложишься спать, чтобы, может, на следующий день на завтрак что-нибудь дадут. Вот. А, да, ну, я помню, и помню, стою на следующий день что-то спускаюсь, а там, блин, не соврать бы, клубнику с нутеллой, что-то такое ели. Ну, праздничное, типа, такое, что, типа, все собрались, вот, клубника с нутеллой, ну, там, не помню, уже яичница, не яичница, ну, вот, покушал хоть первый раз нормально. Вот. И так и жили. На самом деле, очень весело было. У тебя был какой-то культурный шок, то, что ты, будучи уже подростком, переезжаешь, ну, то есть у тебя есть какая-то голова на плечах, ну, такая условная, но, тем не менее, ты уже пытаешься здравомыслить. Ну, 16 лет — это достаточно взрослый возраст. Какой-то культурный шок после. Ты же всю жизнь до этого жил в Москве? Ну, да. Ну, и вот ты приезжаешь в Штаты такой, ну... Что это за город был? Это был Детройт, это был... Детройт? Да, мы играли, мы играли в самом Детройте, но жили там, редко кто, так скажем, из белого населения живет в Детройте, в основном... Пригород, да? Да, все живут в пригородах, там, полчаса, ну, кто как. Вот. Вокруг Детройта очень много таких пригородов, поэтому, ну, мы жили именно там. Даже, ну, окей, ты видел город Детройт сам. Да, да. Маленький был, но как-то я на это вообще внимания не обращал, и на бездомных, на улице валяющихся, ну, валяющихся, и на где-то разрушенные дома, полностью сожженные. Как-то меня это вообще не беспокоило, мне главное было вот где-то вот в школе, чтобы я там более-менее хоть начал понимать, что мне там говорят, и на хоккей, чтобы все нормально было так. Ну, даже вот сейчас ты перечисляешь вот эти вещи, и ты их помнишь. То есть они отложились у тебя в голове, да, 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 вот. Не, ну, там город такой, да, вроде, вроде, вот, когда катаешься вот по одной, по большой улице в сторону катка, там еще тогда Джо Луис, мы на Джо Луис арене ее сейчас, наверное, снесли, да, 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 вот, вот, когда катаешься по ней, ты так не замечаешь, и когда чуть-чуть проедешься туда вглубь, и где-то, все знают, наверное, на восьмой миле свернешь на заправку, так может неприятно, вечерком может быть очень неприятно, поэтому... У тебя были какие-то такие истории, когда ты в стычку попадался? Да, да нет, слава богу. Никогда? Слава богу, нет, так никто, никто особо не трогал. Ну, по злачным районам ночью ты не ходил? Нет, 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 вот, там без машины, там тяжело, так как еще и молодой, и денег, естественно, не было, и машину никто не давал, поэтому жили там, где, вот там, в Рочестере, и катались туда только на тренировки, на игры, так, в основном, вся жизнь проходила вот именно в этих районах, вдали от Детройда. А тот первый день в школе, что это за школа? Это какая-то общеобразовательная школа? Ну, то есть, кроме, я просто обозначу для зрителей, то, что кроме хоккейной истории, у тебя была история с основным образованием. Ты пошел в школу, что это было? Ну, тогда, да, нельзя просто так приехать по туристической визе, больше шести месяцев, и поэтому тебе нужна либо рабочая, либо студенческая виза, и получается, что приехал по студенческой, ну, и надо ходить в школу. Так как я закончил русскую школу, ну, получилось так, что я закончил русскую, и уехал туда. У нас в русской, получается, 11 классов, а там 12. Меня взяли обратно, ну, получается, вернули на класс, типа, 11-12, я должен был закончить, чтобы закончить школу. Школа, ну, я так понял, что в школу, там в обычную не попасть из-за того, что ты налоги не платишь. Школа была платная, и она, ну, там, скажем так, она была религиозная, у меня был один из уроков, урок религии. Какой? Лютеранство. Лютеранство. Да, лютеранство, я, конечно, мало что понял, единственное, что я понял, что они читают Библию, вроде в Библии написано все, ну, типа, одно, а католики читают ее по одному, а лютеране по другому, ну, типа, видят из тех же слов другой смысл, ну, это единственное, что я понял. А лютеранская церковь, это же вот это, если я не ошибаюсь, афроамериканцы, которые поют в церквях, гаспел, это же лютеранские, нет? Да нет, я думаю, что, ну, и ты, это и католический. И у католики. Ну, просто я вот вспоминаю об теме Лебедев, он в одном из выпусков рассказывал то, что он учился в американской школе, и вот там, типа, по-моему, это Лебедев был. И вот как раз он акцентировал внимание на том, что в американских школах каждый день поют гимн, типа, в самом начале. А он, типа, такой был хулиган, не вставал при исполнении гимна и вообще, типа, забивал на это все. Ну, я такого, естественно, не помню. Не было, да? Ну, вот по мне... Ну, может, это потому, что частная школа, а не какая-то там вообще образовательная, да? Ну, да, возможно, вообще образовательная и все по-другому, но в частной у нас такого вроде как не было. Тяжело было учиться? Было очень непросто. Ну, то ли дети там были такие, ну, из-за того, что родители были такие религиозные, то ли не всегда приветливые. Хотя, казалось бы. Ну, как бы, да. Ну, типа, вот так повернуться и подсмотреть. Там в основном, получается, система тестирования. Ну, вот все оценки там. Вот тест прошел, там, вот тебе такая оценка. Ну, как ЕГЭ у нас ввели. Ну, да, ну, только, ну, маленькие тестики, так скажем. И там, ну, выбираешь АБ или Ц, там, и поэтому где-то мне, наверное, повезло я там... Методом тыка. Методом тыка как-то на троечку научился, так, наверное. Уже не помню оценки, если честно. А они у нас, у нас была стобальная, у нас была стобальная система, там, все, конечно, непросто мне давалось. Вот, и так вот, если посмотришь направо-налево, там, у кого-нибудь там подсмотреть, там, ну, понятно, ничего не понимал. Ну, первые два месяца просто сидел, слушал, и, ну, от слова, ну, совсем ни слова не понимал, что там происходит. А с тобой американцы учились или это... Да, да, они... Не было никаких вот из других стран ребят? Ну, вот, вот этот один парень чех, который с нами, с нами, вот, в доме жил, он тоже ходил в эту школу, но они все-таки, у него был, ну, на уровне, так скажем, английский более-менее. Ему тоже было непросто, но, в принципе, он нормально там учился, так скажем. Когда ты стал понимать английский язык так, чтобы ты мог полноценно учиться в школе и принимать участие в образовательном процессе? Ну, понимать я стал, наверное, месяца 4-5, я стал уже понимать практически все, что мне говорят, полноценно до сих пор не понимаю, не понимаю, а вот разговаривать, ну, наверное, вот по истечении того года, вот как приехал, начал разговаривать уже предложениями, не словами, не по одному слову, там, можно мне там сардельки, так скажем. Ну, вот, именно предложениями, там, уже начал, он уже начал болтать, так сказать. У тебя никогда не было, опять же, по поводу языкового барьера, мне всегда интересна эта тема, каких-то нелепых историй, связанных вот как раз с непониманием языка местного? Я приведу пример, смотри, я тоже был в Штатах, не так долго, как ты, наверное, месяцев 7 или 8, я жил в Нью-Йорке в 10-м году, и мой уровень английского, он плюс-минус был такой же, ну, вот прям, типа, я приехал, я начал разговаривать после двух месяцев общения, просто потому, что мне нужно было в магазине объяснить, что мне нужно. Ну, как бы тебя тут жизнь вынуждает учиться. И один из нелепых моментов, который я вспоминаю, это то, что из-за того, что вокруг тебя, ну, в Нью-Йорке много русскоговорящих, да, но я жил в районе, где жили одни там, там был какой-то Джамайка Стейшн, был район Квинс, там рядом была Джамайка Стейшн, там, короче, гетто было. То есть, рядом со мной такое полу-гетто, в основном выходцы из Польши, Чехии, Чехии, но они по-русски не говорили. Ты привыкаешь к этой атмосфере, потому что никто не понимает русский язык, и, соответственно, начинаешь обсуждать человека со своим корешем, который вот тоже из России, ты обсуждаешь человека, который напротив тебя, и прям, может, иногда в нелицеприятной форме. У меня был момент, когда я шел по Times Square с товарищем, и мы обсуждали какую-то даму, ну, очень, ну, мы прям ее обсудили детально, прям, вот с макушки до пяток, и она повернулась такая, ну, как бы, спасибо, мальчики, за комплименты, и вот это так вот, немного нелепо было. У тебя не было никаких таких историй? Возможно, и были, но вот так вот на память не приходит ничего, ну, потому что, потому что, может, русских у нас там было немного, но вот Артур был потом какое-то время, потом у него вот проблемы с визами начались, он уехал, вот, и поэтому, когда ты живешь, а там не с кем, так скажем. Ну, может, ты с кем-то изъясниться не мог, вот, или как-то не так понял то, что тебе сказали. Тебе сказали, там, условно, направо, ты пошел налево. Ну, я думаю, таких ситуаций-то бытовых много было? Ну, да, это, наверное, постоянно было, но вот так вот, вот таких прям прикольных, смешных, я, честно, не припомню. Вот сейчас, на данный момент, не припомню. Окей, а Детройт, ты наблюдал за Датсуком? Ну, да. Где-то ты обмолвился, что Павел Датсук — это вообще твой кумир? Ну, это легендарный игрок. Это легендарный игрок, безусловно. Это твой кумир? Ну, возможно. Тяжело сказать, прям, кумир, кумир, но... Но у тебя постеров не висело его? Нет. Вообще хоккеистов не вешал? Нет, никогда не было. Там наклейки какие-нибудь там? Нет, никогда не было. В детстве только в сотки играли, а так. Ты много матчей Датсука видел живьем? Живьем, к сожалению, нет. Вот прям так, чтобы в сезоне мы ходили на матчи, такого не было, потому что здесь свои игры, и, в принципе, это было не дешево. Это не дешевое удовольствие. На предсезонках, когда были бесплатные билеты, и был один раз плей-офф. И плей-офф НХЛ запомнится надолго, это... Какой это год был? Это был... Ну, вот... Какой твой год пребывания в Штатах? Первый, второй? Первый. Это был первый год. Конец первого года, и тогда они играли против... Я помню, это был второй раунд. Они играли против Чикаго, Детройт против Чикаго. И Чикаго тот год выиграл Кубок Стэнли. И это была четвертая игра, и все, естественно, такие, да, Чикаго по-любому выиграют. Чикаго выиграет. Я такой, да нет, Детройт выиграет. Ну, я искренне верил, и когда мы пришли, и там просто невероятно болел стадион. Ну, до этого, там, на предсезонке, понятно, там, я когда приходил, там особо... Ну, народ сидит, вроде что-то там смотрит, но ничего особенного. А там весь стадион просто как, ну, просто заряжает. И я сам, ну, сам там зарядился, начал орать, там, Детройт, Детройт, там, Чикаго, там. Здесь звук чайки будет, так. Ну, да, там такое было, даже видео такое пацаны записали. Вот, и когда, там, ну, наворачивали, там, Патрик Кейну в первом периоде, им потом не видно было. Вот, ту игру Детройт выиграл, повел 3-1 в серии, но, к сожалению, им, конечно, не хватило. В седьмой игре они в овертайм проиграли, вроде, если не подводят. Особо злые комментаторы тебе напишут, если подводят, не переживай. Чикаго забило, а гол не... Типа, и они должны были выигрывать, а гол не засчитали из-за того, что там Квинс, защитник был в Детройте, он там скинулся и начал драться с кем-то каким-то... Сначала насрал, типа, ну, типа, из-за него вышли из зоны, и там контратака пошла. А он кого-то схватил и начал просто драться, и гол не засчитали, и в овертайме, там, Чикаго уже вроде добило. Штаты, дальше из вот этой вот интересной лиги под названием HPHL, ты переход... У тебя в сезоне ты играешь в двух лигах, UCHL и NAHL. Да. Что это за лиги? Ну, это вот молодежные лиги. Просто вторая команда называется Корпус Кристи Айс Рейс. Вообще, ну, расскажи, пожалуйста. Да, да, ну, вот, получается так, что вот после двух лет вот в Little Scissors, там, да, там, в этой лиге, вот, из-за чего тоже есть драфт, как в NAHL, там. Так. И вот у меня во втором раунде драфтует вот команда, называется Bloomington, они... Bloomington Thunder. Thunder, да. Они первый год заходили тогда в лигу, ну, это как у нас МХЛ, только, ну, плюс-минус то же самое. Так. Обе лиги причем. Вот так, как мы уже говорили, что, типа, много игроков, поэтому элик много. А какая из них элитней? Элитней, ну, скажем так, скорее всего, элитней UCHL считается, а вот NAHL, она, ну, да, да, она менее солидная, так скажем, но, в принципе, поиграв и там, и там, в одной лиге более молодые перспиваются. Сначала молодые перспективные резкие, а в NAHL там более взрослые ребята, больше тавгаев, которые там проедешь мимо, если что-то не так сделаешь, которые накидают тебе только, ну, не успеешь. У нас там парень был, он вышибал и в клубе работал до этого. Ему накидали? Или он накидал? Нет, он, да, показывал там, как драться, как кого разбирать. А у тебя успешные драки были там? Нет, там... Или вообще драк не было? Да, я что-то как-то не особо, не особо с кем завязываюсь, только так, если совсем... Приперед. Ага, плей-офф. Вот. Ну, про тот сезон, ну, не простой сезон, получается, там и проблемы, там все наложилось, проблемы с визой. И вот как раз, получается, я заканчиваю школу, и надо ехать либо, ну, какие-то курсы искать, чтобы продлевать студенческую визу. Либо, вот, как я поехал, поехал по обычной туристической, и меня, ну, на границе спрашивают, ты куда? Вот, я говорю, ну, играть в хоккей. Они говорят, ты в НХЛ? Я говорю, нет. Я в нахл. Они говорят, ну, других лиг не существует, типа, и все, и, ну, как бы, мне ставят, там, дату выезда, типа, через месяц. То есть через месяц я должен обязательно выехать, и, возможно, по возможности, будет возможность заехать обратно. Вот, и плюс я туда приезжаю, все, там, типа, мини-предсезонка, там, тренируемся, тренируемся, уже набрал форму более-менее, такая мини-игра. Да, и черный парень, ну, влетает, ну, я обыгрываю, получается, на синий, влетает в колено. Я уж не знаю, ну, болело сильно, вот, и, ну, получается, где-то я на две, на три недели выбываю. Угу. И при этом надо еще выехать в Россию, потому что с визой, вот, это вот... Зачем в Россию, почему нельзя в Мексику какую-нибудь? Ну, это я вам потом расскажу, потом тебе расскажу, почему нельзя в Мексику, потому что там была и такая история. Так, давай. Вот, получается, что, вот, ну, вылетая в Россию, там, к докторам, ну, еще плюсы доктора, чтобы понять, что с коленом, там, вот. Ну, вроде говорят, что все нормально, просто надо в этом, на коленнике кататься специально, вот. Вот, а приезжая обратно, мне говорят, ну, ты, конечно, нас устраиваешь, там, то и все, ну, вот, давай, мы, ну, типа, в Ростер заходит 23 человека, а мы тебя возьмем в 24-м. В 24-м, типа, ну, вот, ты будешь работать, там, стараться, там, тренироваться с нами, но, ну, и, ну, пока вот не в составе, но, так скажем, будешь подключаться. Ну, ну, как вдруг кто-то выпадет, и ты будешь, там, ну, вот, следующий на замену. Так. Вот. И получается, что работаю, там, бегаю, все, что говорят, там, делаю все, что как надо, но, к сожалению, там, тренер не разглядел, то ли русских не любил, то ли что. Не знаю, он, короче, 4 игры за полсезона и... Да, у тебя 4 игры. Да, 4 игры за полсезона и не особо какие-то шансы, там, варианты, ну, и как-то, в принципе... И один асист. Ну, подраз... Ну, да, там, ну, когда, когда мало, играешь, и тяжело, тяжело поймать ту игру, тем более новая лига, там, быстрее скорости, все, ну, все новое, поэтому было непросто. И, ну, вот, вызывает, тренер меня вызвал, говорит, хочешь, такой вот есть вариант, вот, поехать в другую лигу. Ну, мы тебя, ну, так-то никуда не отпускаем, ну, вот в другую лигу доиграть сезон, типа, можно. Я говорю... И вернуться потом. Да, и, типа, на следующий год, да, можешь вернуться к нам. Я говорю, ну, давайте, конечно, что сидеть, типа, смысл сидеть. Хотя там такая семья была, ну, приятно, ну, там, получается, там тоже так сели по семьям, и семья была замечательная, вот. Ну, как-то так получилось, и, получается, мне говорят, корпус Кристи где-то там в Техасе, там, я такой думаю, что это... Это просто что-то про команду Мстителей как-то. Звучит, если честно, корпус какой-то там Стражей Галактики. Ну, да, непонятно, куда, что за лига, куда ехать там, где там жить. Ну, там было достаточно неплохо, там всегда плюс 20, плюс 25, там выходишь, там океан. Если я не ошибаюсь, мне пацаны говорили, что там единственный пляж в Америке, где можно на машине прям к воде подъехать, и там периодически с пацанами собирались, вот так выезжали на океан, там ставили машину, включали музыку, ну, вот как... Кальян доставали, ну, по классике. Ну, кто-то, кто-то, может, и доставал, не моя история, поэтому... Такое вот, ну, интересное время, там, в принципе, очков было, ну, нормально, я считаю. Там, в принципе, играл, ну, получал игровое время, нормальный сезон, ну, почти дозакончил, но, опять же, все уперлось в эту визу дурацкую, и... Я тебя прерву, 22 игры и 17 очков у тебя там. Ну, вот, это прям... Мистер-стабильность. Для меня это очень хорошо, да. Так, что происходит потом, потому что следующее у тебя уже появление, оно в России. Да, да, потом, ну, вот, получается вот эта вот проблема с визой, что надо выехать и снова въехать, чтобы не было там никаких последствий в дальнейшем. А тебе вот эти команды, вот эти корпусы Стражей Галактики, и вот это, они тебе не помогали с визой никак с визой? Ну, вот, они говорят, ну, вот, попробуй, ну, здесь Мексика недалеко, попробуй, выехай в Мексику, типа, потом заедешь обратно, и все нормально, типа, будет. Ну, вот, мы собираемся там с начальником команды, вроде как бы, честно, должность не помню, вот, там едем там два часа до границы с Мексикой, он говорит, ну, все, выходи, говорит, иди пешком по мосту, там такой мост, и, получается, должен, ну, там в одну сторону, в одну сторону, ну, типа, можно идти в другую, ну, типа, в Америку. Вот, и говорит, переходи, потом вот вернешься. Я такой, ну, ладно, типа, вот, получается, перехожу, смотрю там на мост, который идет в другую сторону, а там, там мексиканки вот с этими детьми там идут, получается, ну, отдыхаем. В сторону, откуда ты идешь. Да, 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 вот, ну, все, я подхожу, получается, там, ну, прохожу все эти контроли, идут, ну, вот, к очереди, к самой границе, подхожу к окошку, мне говорят, а ты, ты, говорит, ты, говорит, откуда, куда, ну, я все объясняю ситуацию, там, вот, я, типа, вышел, зашел, дайте мне, там, продлите мне визу хотя бы, там, на месяц. Он такой, так нельзя, у тебя осталось, вот, по времени три дня, у тебя есть три дня на выходе, будь рад, что я тебя не выгнал, типа, обратно. Это американский пограничник, говорит? Да, да, американский пограничник мне сказал, говорит, ну, радуйся, что я тебя обратно, говорит, не выгоню сейчас, просто у тебя еще есть три дня, у тебя, ну, вот, решай вопрос, там, собирайся, и, типа, и делая это все по-другому. Так, типа, сделать нельзя. Просто выйти и прийти и сказать, что вот я такой вот пришел. Наверное, это как-то можно было провинуть по-другому, улететь. Клуб, наверное, мог бы это все сделать, потому что был не бедный клуб. Вроде как бы... Ну, вот корпус. Да, для молодежной лиги там по 7... Для Техаса по 7 тысяч набивалось народу на стадион и там... Ну, так прилично достаточно было. Хоть реально на океане, там, кому это хоккей нужно, так народ приходил. Поэтому ну, как вышло, так вышло. Так, и ты в течение трех дней пакуешь манатки и отваливаешь в Россию. Да, да. Хоть и клуб говорит, оставайся там, все решим. Ну, все же понимают, что когда дело дойдет до разбирательств, никто... Мало кто заступит. Ну, а какие разбирательства? Там же история, если ты нарушил вот эту вот визовую контроль... Да, тебе 10 лет запрещен въезд в Россию, в Америку. Все. Да. Ну, как бы... Перспектива так себе, но... Ну, 10 лет запрещено, а потом еще продлевают... Ну, и то есть визу больше никогда в жизни не получишь. Да ладно? Ну, практически стопроцентная вероятность. Ну, там мало вероятность, что тебе дадут визу еще раз в Америку. Так, понял. Ну, поэтому взвесил. Там оставалось там, ну, не знаю, две-три игры до конца сезона. Ну, плей-офф, да. Ну, так скажем, взвесил и решил, что лучше будет так. Как отреагировал вот этот вот начальник команды или вот человек, который тебя отправил и сказал, план-капкан, действуй вот так. Ты приходишь обратно и говоришь, что так не работает. Он такой, ну... Ну, типа, да, да. Ну, типа, что мы все сделали, все, что могли, ты, типа, прошел через границу делал, ну, давай попробуем, типа, через адвокатов. Он так сказал, я говорю, ну, давайте попробуем. Ну, приехал, и, естественно, такой, ну, давайте, извините, я, наверное, вот так вот сделаю и все. Поэтому. У тебя есть три дня на то, чтобы собрать вещи и уехать. Ты прям в три дня уложился. Да-да-да. Ну, там, что, купил билеты, да поехал, там вещей-то особо особо и не было. Ну, я думаю, за... Ну, баул. Три года, три года, получается. Ну, набралось, ну, что-то пришлось оставить, конечно. Что-то до этого оставил там где-то... У меня брат там десять лет жил, и у него до сих пор там три или четыре баула с одеждой лежит. Давай я чуть драмы добавлю в эту историю. Смотри, тебе на тот момент девятнадцать лет, получается. Девятнадцать лет ты едешь, получается, обратно в Россию, но в никуда. Ну, типа, без команды. но это же в никуда. Ты же ни с кем заранее не договорил, что, ребят, я вот еду, примите меня. Ну, да-да. Сначала я приехал, так скажем, ну, агент говорит, ну, Динамо там, ну, как бы все, ну, все знали, со школы там, пришел, там, естественно, или не агентом, через, это было через знакомых, тренеров, там, меня, вот, типа, в молодежку, Динамо, иди, там, потренируйся, попробуй. Это была еще, ну, это был конец сезона еще, получается, еще, ну, вот, пацаны только закончили, еще, вот, у них там был месяц до конца апреля. Вот, и я пришел, ну, пришел потренироваться, и, и тренируемся, играем, тренируемся, играем, и в одной из последних игр мне просто на синей линии ломают челюсть, чувак влетает просто с локтям мне в челюсть. Так себе предсезоночка. Ну, это даже, это конец сезона, это не предсезонка, это конец сезона, так себе конец сезона, да, потом месяц, месяц через трубочку кушать, похудел, там, вставал с обмороками, такими, ну, такая себе история, да, но, но при этом, ну, получается, на предсезонку они меня брали, Динамо, вот, на просмотровый контракт в молодежку, там, ну, получается, приехал, ну, наверное, не показался, наверное, наверное, ну, как сказали, что, ну, ты уже взрослый игрок, типа, нам, ну, у нас, у нас, типа, молодежки, ну, должны, ну, дети играть, ну, развивать мы хотим, они, ну, взрослые нам, ребята, особо не нужны, вот, поэтому, вот так и появился Витязь, как-то вот резко, так, ну, у тебя что-то как-то в том сезоне одна игра? Где эти? Витязи. А, ну, так получилось, молодежка Витязь. Подожди, подожди, так, так. В КХЛ-то у тебя одна игра, ну, а потом, или как это произошло, ты сначала в молодежку подписал? Так я в молодежку подписал, это же нет. А потом тебя подняли. В КХЛ-то у меня никто не брал, да, это, меня подписывают в молодежку, я там через месяц становлюсь капитаном команды и играю весь сезон молодежкой, и вот под конец сезона, когда уже последние две игры остается, там был... В регулярке. Да, в регулярке КХЛ, получается, меня подтягивают вверх, меня и Мишу, и Мишу, и Пишина. Вот, и остается две игры, одна против ЗСК, и одна против Северстали, и я там, ну, там бегаю, там все вроде, все быстро. Коленки дрожали? Ну, наверное, да, дрожали, скорее всего. Ну, нет, я больше от скоростей, ну, не ожидал, не то, что не ожидал, я понимал, что там все быстрее, просто привыкал, так скажем, скоростям, вот, на ЦСК меня не поставили, а вот Северстали дали шанс, но ту игру, я помню, нормально, так скажем, я ни с кем, я как будто вратарь, ни с кем не общался за три часа до игры. Вратарь не общается ни с кем? Ну, бывает, такие вратарь. А ты пришел в раздевалку, такой, типа? Такой, да, мы же на выезде были, там приехали, приехали, я вот так сел, такой, все настроено, на игру, но отбегал хорошо, как мне кажется, хорошо и, в принципе, тренера сказали, что хорошо сыграл. Я помню момент, там просто у чувака даже шайбы нет, я особо, ну, так скажем, не особо там бью кого-то, так бегаю специально, чтобы у кого-то ударить, а там у чувака даже шайбы не было, я просто пока, то есть, как дал ему, я не знаю, как меня не удалили, ну, ну, заряженный был, заряженный в ту игру, ну, без очков. Вот как-то так, но это был конец сезона, поэтому, ну, на следующий уже взяли на предсезонку в Каху. Так, в следующем сезоне у тебя более погуще происходит в плане появления в КХЛ, не так густо по очкам, и здесь у меня, кстати, вопрос, ну, в общем, ты появляешься в Витязи, шесть матчей отыгрываешь, шесть матчей. Ну, там было не шесть матчей, там было тринадцатым, там сколько, двадцать, тридцать матчей, но они не засчитываются. Да, да, да. Они не засчитываются в статистику, поэтому... И здесь указано то, что ты как раз уезжаешь в вышку. Ну, у Витязя, да, вот в тот сезон у Витязя была Тверь. Во, у меня был вопрос, что это за клуб такой? Я о нем вообще инфу особо не могу найти. Да нет, Тверь, вообще, в те годы Тверь очень сильная, в вышке клуб был очень сильный, и всегда они там и до финала доходили, и там у них, и на самом деле, хороший бюджет был, вот по вышке один из лучших. Ты меня строго не суди, я просто дилетант, я поэтому тебя спрашиваю, не шарю. Не, ну там, там, там очень хорошая команда была всегда, и они всегда были реально, ну, на лидирующих позициях в ВХЛ, просто потом был вот, вот как раз в тот год, когда меня туда спускали, у них, у них прервалось финансирование, так скажем, из бюджета, и во многом из-за этого мне давали там время играть, потому что, ну вот, все понятно, молодой игрок, вот там спускают, там то поднимают, то спускают, и там были проблемы, там многим пацанам не платили зарплату, и, ну, разрешали уйти, так скажем, и многие пацаны ушли, и мы играли там. Какая у тебя была зарплата там? В Витязи? Да. Ну, подожди, тебя спускает Витязь, а кто тебе зарплату платит когда-то в Твери? Сколько у тебя была зарплата? Наверное, тысяч шестьдесят. Шестьдесят? Ну, вроде, да. Игрок КХЛ? Ну, ну, да. Ну, так, на айфон новый не хватит. Ну, так, так, это была еще, ну, наверное, нормальная зарплата для, ну, там же, получается, разные контракты, в ВХЛ у тебя один контракт, в Витязи у тебя другой контракт. У тебя, получается, двухсторонний был. Да, двухсторонний, да, да. Ты помнишь момент, это же, ну, первая твоя такая ссылка в России, когда тебе в Витязи говорят, что, ну-ка, поехай, как ты там, обрасти мясом вот там, в Твери. В каком плане? Ну, вот именно сам момент, когда ты... Ну, типа, типа в другой город, поехай, поиграю, ну, как-то я просто к этому, ну, не то, что прям просто отнесся, ну, на самом деле, хотелось играть, потому что тяжело. Не важно где, да? Ну, ну, да, тогда все-таки, наверное, не важно где, плюс я понимал, что, ну, ну, уровень, ну, на самом деле, уровень хорош, ну, тогда я только из молодежки пришел, и, как бы, все равно надо развиваться, все равно надо, типа, двигаться вперед, и, ну, хотелось играть, поэтому, хорошо, что так, ну, случилось, и, в принципе, я там набрал неплохой ход, и, ну, я считаю, что это мне, ну, помогло дальнейшем, ну, даже, даже, ну, когда потом, ну, приходил, получается, Динамо в Санкт-Петербург, и, ну, все равно, как бы, уже, уже хоть что-то показал, ну, на том уровне, на ВХЛ. Ну, в том сезоне у тебя был и Тверь, и у тебя были матчи из МХЛ, в Витязях. Да, потом еще спустили, да, там были. То есть, тебя нормально мотало так? Ну, да, был момент, там, такая история, мы, ну, вот, у Твери тогда вот проблемы, получается, с финансами, и они, они из Ижевска должны были ехать 24 часа, там, на автобусе до Твери, и вот, и мы, я там помню, вот, Миша Ипишин, и еще Боча, Валера Бочкарев, ну, короче, мы не хотели ехать 24 часа на автобусе, мы позвонили начальнику команды, в Витязь и сказали, ну, молодежку, и сказали, возьмите нам, пожалуйста, билеты, мы приедем, поиграем за вас, постараемся выиграть там, вот, и нам реально взяли билеты, и пацаны, пацаны ехали на автобусе, а мы потом, ну, долетели на самолете, отыграли, и потом вернулись обратно. Прямо любители комфорта. Ну, ну, 24 часа не самое приятное, конечно, путешествие на автобусе, поэтому, ну, тем более, но, с другой стороны, чем больше игр, тем лучше. Все равно играть, играть, играть хорошо, тем более, в том возрасте, ну, в таком возрасте молодом. По поводу молодого возраста у меня был вопрос. Смотри, чуть-чуть сбежим вперед. У тебя после вот этого года, когда тебя мотает в МХЛ, в ЭХЛ и даже в КХЛ, начинается период не к стабильности, потому что ты подожди нам в Санкт-Петербург, в котором ты отарабанил вот вплоть до прошлого сезона. Ну, там не совсем так, но да. Ну, да, у тебя там и Торос был нефтекамский, но как бы, смотри, в 18-м году проходит универсиад в Красноярске. Расскажи, пожалуйста, глазами игрока, что такое универсиада, потому что, мне кажется, это сборище школьников, которые приезжают со школьными портфелями, и вот они соревнуются в разных дисциплинах. Ну, вот это мой взгляд дилетанта, что такое универсиада? Вот, твоими глазами. Ну, это не школьники, это студенты. Ну, хорошо, студенты, да, студенты, да, я школьники прям совсем уже. Вот, ну, наверное, на каком-то, в каких-то видах спортов так и есть, но, по крайней мере, за хоккей могу сказать, что было непросто. Давай сначала, как тебя зовут, универсиаду? И ты вообще знал существование такого мероприятия, как универсиада? я знал, потому что до этого ребята, ну, ездили, там, прошлые, когда были там, плюс друзья рассказывали, как они вот там, мы чемпионы универсиады, а ты-то, ты-то, ты-то что там рассказываешь? Типа, молодой, что ты нам рассказываешь? По именам скажи, кто тебе так хвастался? Да, не-не-не-не. Вот. По хоккею я скажу, что там было, ну, реально непросто. Реально непросто, особенно вот в Словакии, которые мы, мы вышли первую игру, ну, вот так же думали, что сейчас иди сюда, мы сейчас всех тут на одном катке раскатаем, но мы вышли, и нас как начали, ну, не возить, скажем так, игра была ровная, но когда они брали шаги, вы бежали к контратаку, было очень страшно, что они сейчас накидают нам очень много голов. Было очень страшно, так, так. Ну, под конец игры мы, конечно, сделали 50 бросков, но счет был 1-1, кое-как там заковыряли вторую и выиграли. Вот. И ну, затем, конечно, чуть повлегчить, там, японцы были. Такая хоккейная нация, прям. Знаешь, что я обратил? Они на самом деле развиваются, все развиваются, и все плюс-минус начинают играть, как и в футболе, то же самое, вон, Япония, ты же видел, как играли на чемпионат мира. А как они мусор за собой убирают, это же вообще... Ну, хорошие люди. Да. Слушай, знаешь, на что я обратил внимание? Там, если обратить внимание на состав, то как минимум 2 человека с той универсиады в этом году, в этом сезоне КХЛ, ну, шумят. Это ты, ну, объективно, шумишь и будешь шуметь. И Никита Серебряков. Ну, да, но вот многие пацаны в прошлых сезонах тоже хорошо играли, Мороз там. Хорошо играть и шуметь на всю лигу, это чуть разные вещи. Ну, много лет прошло после этого. Да, 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 но почему именно сейчас? Почему именно вот в этом году вот вы вдвоем? Может быть, я просто состав, состав не так детально изучаю, но вот мне бросил глаза, что вот вы прям вдвоем, вот да, вот сейчас и тогда, и вот именно в этом году прям ловите волну вот эту вот. Не знаю, ну, как так получилось. Ну, Никит, он и тогда играл в КХЛ, и сейчас. Ты тоже тогда играл в КХЛ? Ну, да нет, 6 игр, это не считается за игру в КХЛ. А что, что, хорошо, сколько игр надо провести в КХЛ, сезон для тебя, чтобы вот ты такой, да, в этом сезоне я поиграл в КХЛ? Ну, хотя бы, хотя бы половину игр, ну, вот за командой ты должен сыграть, я думаю, я считаю, и хотя бы, ну, игровое время, там, от 10, там, ты можешь сказать, что да, я там, ну, поиграл, почувствовал уровень, там, где-то доверяли, там, не доверяли, ну, потому что, потому что даже, если ты играешь, там, ну, 6-8 минут, ну, ну, это так тяжело прочувствовать, ну, ну, выходишь ты там, тебя там, ну, трясет кого-то, кто-то трясется, кто-то не трясется, там, пытаешься что-то доказать, бежишь, там, ну, совсем о другом, мне кажется, думаешь, ну, не получается. Я почему спрашиваю, мне интересно понять, вот этот вот, твой психологический уровень, когда вот, твой психологический барьер, именно, по количеству игр в КХЛ, ну, что, в этом сезоне, получается, в КХЛ-то поуспел поиграть, суть по всему. Слава Богу. Выигрываете универсиаду, все хорошо, Красноярск, классный город. Да, в принципе, тогда, да, в принципе, так-то отличный город, ничего плохого не могу сказать, там и трибуны полные были, и, ну, так скажем, универсиаду, ты, конечно, мало город видишь, ты в основном, получается, вот база, где мы там жили, все там, вместе, потом база каток, база каток, и на автобусе едешь, и там, только видишь, что там везде, ну, так на улице люди гуляли, на самом деле, достаточно такое, ну, такое хорошее мероприятие было, ну, вот, в общем, организация хорошая была достаточно, вот, просто, в камеру жирный лайк, когда забываешь, когда забываешь, про что вопрос. Дальше у тебя после универсиады наступает период прям стабильности, потому что ты, оказывается, Динамо, Санкт-Петербург. Смотри, я тебя не буду расспрашивать, что там, как у тебя в этом сезоне было, как в этом, потому что, ну, это такое скучное интервью, как в микс-зоне, тебя спрашивают, вот это вот. Для людей, которые, ну, вот смотри, я человек, который вот смотрю НХЛ, смотрю КХЛ, а вот что там в ЭХЛ происходит, ну, не знаю, как-то особо не, не пытаюсь вдаваться в подробности. В чем отличие ВЭХЛ от КХЛ? Вот ты игрок, ты поиграл и там, и там. В чем вот разительное отличие, что прям вот ВЭХЛ вот так, а КХЛ вот так? Потому что, казалось бы, и там, и там хоккей, и там, и там игроки. Конечно, ну, я понимаю твою улыбку, что КХЛ это более элитно, да? Да, я бы не сказал. Ну, нет, есть игроки, да, другого уровня. и зарплаты там другие, и все прочее. Ну, как игрок, ну, типа скорости больше, или что? Камеры другие. Камеры? Да, камеры другого качества. Трансляции ты имеешь? Камеры, трансляции другого качества. Трансляции вообще беда просто, да, я на Ютьюбе иногда натыкаюсь, думаю, как это можно смотреть? Возможно, если посмотреть это с другого качества, я думаю, что это не все уж так плохо, как все думают. На самом деле, разница не такая большая, как все думают, да, есть, возможно, игроки какие-то более, пока еще не подготовлены, ну, не такие физически, так скажем, сильные, как здесь, но бегут, стараются, бьются, там, исполнение, исполнение, ну, ну, не знаю, возможно. можно, ну, вот так, честно, когда играешь, ну, и там тяжело, и здесь тяжело, ну, в ВХЛ есть большое количество таких маленьких городов, типа Ангарска, типа, ты можешь мне помочь, там маленькие города, это Альми, Альметьевск, Альметьевск, там вот Торос, какой самый депрессивный город, ты приезжаешь на выезд, ну, там прям, прям грустно, прям, прям какой-нибудь Ангарск, там, я не знаю. Не знаю, один раз, когда еще был молодой, про Торос так сказал, типа, блин, что-то так, типа, здесь так, так, что-то, ну, как-то, ну, я не помню, то ли такая погода была, то ли что, то ли холодно, я сказал, то ли что-то такое, и просто через, вот в следующем сезоне, а это как раз мы с Тверио приезжали, и вот, получается, через, в следующем сезоне, за полсезона, меня Витя с обмениванием, салават, и я еду в Торос, поэтому я... Не рискуешь, такие? Не, а может не про команды говорить, окей, про регион, ну, вот, потому что, казалось бы, мне кажется, что есть некоторые города, ну, где прям, ну, история с хоккеем, она достаточно невероятно звучит, ну, типа Ангарск, у меня Ангарск вообще там с хоккеем никак не ассоциируется. Да почему, ну, почему там нет, а здесь, ну, там, и другие города, да, все, ну, везде, везде люди хотят, там, жить, там, получать удовольствие и от хоккея, там, и от других видов спортов, и, ну, от всего, поэтому в любом городе, в любом, ну, даже вот я... Да не обменяют тебя, не переживают. даже я приехал, получается, в Торос, да, ну, как бы, по сути, там, деньги не нужно тратить, экономишь, ну, там, там, там своя красота, красота в плане спокойно, там, за 15 минут в любой, в любой конец города доедешь, там, никуда не спешишь, там, ну, не знаю, как-то, и там, и там есть свои прелести, если там, есть семья, там, какой-то свой быт, работа, ну, которую деньги приносят, поэтому, на самом деле, везде, везде нормально. ВХЛ много народу ходит? Ну, что, прям много, в каких-то командах ходят. Динамо Санкт-Петербург? Динамо Санкт-Петербург, просто не следил, не знаю. Динамо Санкт-Петербург, в какой-то момент, вот, когда я только туда пришел, у нас заполнялся стадион, ну, ну, вот, на воскресенье приходил полный стадион, 6-7 тысяч человек. Ух ты, это юбилейный? Это юбилейный, да. Потом, потом сделали платные билеты, поменялось. Это все бесплатно было? Ну, это там, ну, да, вот, в Динамо Санкт-Петербург были бесплатные, но, блин, ну, сделали 100 рублей билеты, ну, а с другой стороны, 100 рублей, например, там, на семью, там, двое взрослых, трое детей, 500 рублей, ну, надо оно тебе, ну, может, это не такие большие деньги, но все равно, а так ты приходил, бесплатно сидел, там, болел, на самом деле много, очень много народу болело, приходило, и, ну, как ни странно, вот, плюс, я, ну, такая вот история про метро, там, ну, вот, как и в Москве, была реклама, чтобы зайти в Wi-Fi, я сажусь в метро, вот, получается, захожу вот, ну, Wi-Fi, и там просто реклама, Динамо, Санкт-Петербург, вот, приходите на игры, туда-сюда, ну, думаю, ничего себе, вышку, ну, вот так вот, ВХЛ, там, не КХЛ, там рекламируют метро, ну, то есть тогда... А ты такой, ой, я тут играю. Да, я тут на постере был. Да, ты еще и на постере был. Вот, ну, вот, такая история, а потом как-то, ну, вот, коронавирус, ну, подкосило как-то это все, намного меньше стало народу ходить, но, две с половиной, три, на Динамо, СПБ, ну, приходят в других городах, ну, честно, заполняем стадионов тяжело сказать, ну, вот, больших, Тольятти, ну, много народу приходит, альметки, у них такая трибуна, о том, тоже против нас всегда стадион забивался, там, где еще много народу приходит, ну, прям, что-то много, ну, так вот, где-то, где-то наполовину забивается, там, Красноярск, такие вот города, а так, конечно, есть маленькие стадионы, где для людей, там, ну, так скажем, тот же самый Торос, возьмем, я разговаривал, разговаривал там с таксистами, там, которые зарабатывают, там, дай бог, 20-30 тысяч, ну, и они, для них 200 рублей, там, 300 рублей за билет, но неподъемные суммы, поэтому они и не ходят, поэтому как-то так. Окей, вывод, надо в регионах зарплату просто повышать, тогда и посещаемый будет повышаться, суть по всему. Слушай, а теперь про третье твое пришествие в Динамо-Москва, первое было по детям, второе было после того, как ты вернулся из США, пытаясь попасть в Мексику, третье происходит сейчас, летом. пришествие. Ну, да, почти как Христа, только Максим Джашвили. А как это выглядело? Выглядело так, что с половины просто сезона, ну, неплохой сезон выдал в Динамо-Санкт-Петербурге. Самый результативный? Самый результативный, да, ну, спасибо ребятам, тренерам, ну, на самом деле там много очков в большинстве набрал, играл, в принципе, так же, как всегда, просто где-то в большинстве побольше очков нам получилось набрать. Клюшку подставлял и пустой угол залетал. Очень легко звучит. Ну, нет, на самом деле... Я даже хайлайт смотрел, у тебя такие вот, там тоже банки ты отправлял такие, думаю, ну, наверное... Да нет, ну, это тоже надо было, конечно, туда приехать и все это сделать и шайбу за зону завести, но как-то так, вот, и пришествие, ну, вот, получается, с прошлого сезона, да, переподписали меня на двухсторонний контракт и, ну, подумал, поверил, что вот шанс, возможно, один из последних, который у меня будет, так скажем, тогда, вот на тот момент я подумал и, ну, хорошо доиграли сезон, закончили, ну, в финале проиграли, конечно, но это все равно хороший сезон, поэтому летом уже готовился пробиваться, так скажем, доказывать как-то так. Тебе уже было 26 лет? В момент, когда? Да, да. Ага. А, ну, да, это просто важно обозначить для зрителей то, что, ну, как бы, 26 лет, да. Ну, да, да, ну, получается, переподписали в декабре, наверное, где-то, ну, 25, вот, в январе, днешедине, ну, 26 исполнилось уже, так скажем, да, ну, на носу было в тот момент. За короткий период с сентября по декабрь ты пофеерил в Динамо и фееришь, и плюс тебя подтянули на Кубок Первого Канала в сборную России. Как известно, Кубок Первого Канала это некие смотрины, на которых ты, если игрок, как правило, хорошо себя показывает, он идет дальше, просто в этом году некуда идти в сборной, потому что, ну, сель-ави, ну, как бы, такая обстановка. Ты офигел? Вот именно смотри. Фаня, ты это вопрос, ты офигел, типа, ты что делаешь? Нет, смотри, ну, вот 31 декабря все собираются подводят для себя, у меня, по крайней мере, лично так, что я в этом году сделал там. Я думаю, да, я вот неплохо, прям классно. У тебя какие-нибудь мысли под конец года были, что вот, типа, там, на секунду решил подвести итоги, и такой думаешь, блин, класс. Ну, класс. Ну, что тут говорить, конечно, и приятно, и, с другой стороны, это больше накладывает ответственность, что, типа, не просто так, что вот так получилось, что пришел тут, чуть-чуть забил, ну, вызвали сборную, и все, остановился, ну, а надо, а надо доказывать и показывать еще, дай бог, сколько сил хватит, не знаю, поэтому, конечно, конечно, приятно и здорово, но еще много работы. Ну, это, это понятно, ты сейчас декламируешь речами, очень полными официоза, но, давай по чесноку, играть в сборную России, это, мандраж? В первый раз? Ну, если, и считается на универсиаде, что я играл первый раз. Ну, потому что ты там был студентом, там без, без башины просто, потому что, ну, ты же, это же два разных человека, ты на универсиаде, и ты сейчас, в 22-м году, прошедшем на кубке Первого канала, это ведь два разных человека, пять лет. Ну, наверное, больше мандраж был первая тренировка, а игра, я как-то более спокойно подошел к игре, в плане, потому что, ну, понимаешь, что от мандража ничего хорошего, ну, в игре не покажешь, поэтому я как-то более уже спокойно подошел, и, ну, надеюсь, что нормально себя проявил, так скажем. Интересный раз у тебя появился, потому что четыре клуба КХЛ тобой заинтересовались, об этом, ну, об этом написано. я об этом ничего не знаю. на твоем профиле, на сайте Elite Prospects, ты знаешь, сколько там просмотров твоего профиля? Смотри, там тебя, твой профиль смотрели 9950 раз, это вот прямо сейчас, пять из них — это мои просмотры. Кто остальные? Ты знаешь? Возможно, пять из них — это мои просмотры, да. А ты тоже себя пять раз за карьеру смотрел? Ну да, не больше. Ну, кто-то, наверное, еще, ну, навряд ли какие-то скауты смотрели, ну, хотя все, все возможно. Ну, я, я вот, как мы и говорили, что статистика, она не всегда, она показывает уровень игрока, но не для всех игроков статистика — это все, так скажем. В хоккее — это командная игра, где каждый приносит свой вклад, есть забивающие, есть раздающие, есть отрабатывающие. А ты кто из вот этой категории? А я стараюсь быть, стараюсь быть всем. Ну, судя по статистике, ты прям претендуешь на роль раздающего все-таки, потому что там ассистов-то больше за карьеру, чем самих заброшенных шайб. Ну, раздающий я бы себя тоже не назвал, потому что есть ребята, которые 10 из 10 отдадут мимо клюшки, и я не настолько, не настолько хорош в этом. Ну, что-то среднее стараюсь немножко этого, немножко этого, немножко этого, чтобы ну, чтобы тоже не быть таким односторонним, как он, ну, потому что это, конечно, хорошо быть лучшим в чем-то, и ты будешь нужен, но при этом наверное, тяжело всегда играть в четвертом звене, и делать всю работу, отрабатывать за всех, и при этом не получать такого же внимания, ну, не про себя говорю, а вот как, ну, допустим, там, про любых игроков, которые набирают там кучу очков, и которые более, которые меньше выполняют работы именно в плане хоккейного, но при этом более известные, более, более, так скажем, за счет своей результативности. Я понял. Слушай, мы с тобой разговаривали перед записью, перед началом записи про музыку, и ты мне тут про рэп рассказывал, мы обменивались, а в Динамо Москва в раздевалке какая музыка играет? И кто ее ставит? Ну, ставит ее Андрей Миронов. Всегда? Всегда, ну, он приходит раньше всех и ставит музыку. И что он ставит обычно? Ну, бывает по-разному. В основном, ну, вне игровых дней радиорекорд, ну, потому что... Не заморачивается. Потому что сидеть, выбирать, эти все, ну, это все тоже, наверное, надоедает. Вот. Иногда хочется, конечно, Андрюш, сказать, ну, Андрюш, ну, ты повыбирай, что-то посиди, не только радиорекорд можно слушать, но, в принципе, ну, это все понятно, тоже сидеть с телефоном, вместо того, чтобы там думать, там, ну, не сказать о тренировке, но просто, там, подготавливаться, там, что-то делать для себя, вот, сидеть с телефоном и выбирать песни, тоже такое себе удовольствие. Вот. А перед игрой был в начале сезона у нас один, там, плейлист, там, в основном, иностранный, там, рок. А кто его составлял? Ну, вот там он уже Андрей составлял. Наверное, так понял, что пацаны рассказывают, что это уже с древних, с древних, с древних времен, давным-давно здесь. По пятибалльной шкале музыкальные предпочтения Андрея Миронова, сколько ты ставишь оценку? Ну, в принципе, мне, мне, мне нормально, мне заходит, ну, четверку поставлю, не пятерка. Не, ну, пятерку тяжело, ну, каждому свое, кто-то любит одно, кто-то любит другое, но, в принципе, мне все песни, ну, нормально заходят. Есть какая-то песня, которая чаще других играет в раздевалке? Ну, вот, в последнее время, этот, у нас, сейчас более, вот, как раз у нас был рок иностранный, такой, там, ситуация была в команде, что надо было что-то поменять, и вот поменяли больше сейчас русского, ну, это классика, рэпа, наверное, L1, там, еще там, ну, так, вот, такие крутые исполнители, ну, сейчас больше вот русского, а так, в принципе, ну, всех, всех по чуть-чуть. Окей. Не, ну, может, у вас там Ирина Аллегрова играет какая-нибудь? Ну, например. Так, у нас конкурс, в командах, не знаю, как в Динамо, говорят, что вроде как есть, но не до конца развито, есть такая история, что у каждого игрока, ну, в идеале у каждого игрока, должна быть песня, которая играет после того, как он забил шайбу. Задание для зрителей, необходимо предложить в комментариях под этим видео, песню, которая должна играть после каждого гола Максима Джашвили. Лучшую песню... Учтите, может быть, редко, да. Лучшую песню выберет непосредственно сам Максим, и победитель также получит бейсболку московского Динамо с автографом Макса, поэтому дерзайте и предлагайте крутые песни, потому что у ребят очень крутые музыкальные предпочтения, и, возможно, именно ваша песня будет на матчах. Если оглядываться назад вот на весь твой рассказ о карьере, 26 лет, казалось бы, казалось бы... Еще молод. Да, не-не-не, ну, окей, хорошо, но 26 лет уже какие-то типа результаты должны вот быть, а у тебя получилось так, что вот за период ты наверстал все вот эти годы за вот несколько месяцев. Ну, как мне кажется, может, у тебя другое видение, может, ты вот усердно-усердно шел-шел-шел, а потом бац, и вот это на своих вот этих плодах и взлетел. Сколько раз за эти 26 лет за свою карьеру игровую ты размышлял, серьезно размышлял над тем, чтобы закончить карьеру и вообще перестать уже этим заниматься неблагодарным делом? Да нет, на самом деле не размышлял ни разу. Не, ни разу, потому что наверное, что я еще умею пока, ну, вот так, допустим, так же хорошо, как, ну, в какой-то степени я умею играть в хоккей, поэтому это приносит доход, семью нужно кормить. Да. Вообще мысли не было ни разу? Пока нет. Мысль была, стоит ли это моему сделать, так скажем, делать ли хоккеистом моего ребенка? Была мысль и пока стопроцентного ответа нет, но такое, после всего прошлого, не могу сказать, что это лучшая жизнь или худшая жизнь, ну, просто, ну, все не, ну, как бы, я думаю, что везде непросто, и если бы там, я знал, как люди там работают с девяти, ну, там, кто там с девяти до девяти, там, тоже сидеть в офисе, да, перед компьютером, где у тебя там каждый день начальник приходит и говорит, а что ты, что ты сделал, что ты не сделал, вот, тут, конечно, все по-другому. Я тебе после эфира расскажу, как это. Вот, поэтому, ну, про проект закончить, пока, слава богу, не думал, ну, может быть, вдруг, мне просто казалось, что, нет? Такого пока не было. Красавчик вообще, неунывающий Максим Джашвили, а последнее, в чем сила? Я так, вот у меня сто процентов вот сейчас сконнектились, в чем сила? Ну, сила, ну, в правде это сто процентов, а в поддержке, вот, в семье, ну, я не знаю, как сказать, вот, в родных людях помогать, ну, всегда, всегда быть рядом и не предавать, так скажем, вот в этом тоже сила есть какая-то. Окей, Максим, спасибо. Подкаст Бэтм позвонит, Максим Джашвили, шумит и пошумит еще раз. Спасибо, Максим, давай пятюню. Все!